Чарльз Пенсер Чаплин. Его отец был комическим певцом и умер от алкоголизма. Мать, рожденная Ханна Хилл, родом из полуирландской, полуеврейской семьи, в 16 лет ушла из дома и поступила танцовщицей в оперету. И затем, когда Чаплину было всего лишь 5 лет, он вынужден был выйти на сцену. И получилось так, что мать его внезапно потеряла голос во время представления. И ребенок вместо матери начал выступать. 5-летний ребенок. Запел популярную песенку. И Чаплин вспоминает. Не успел я пропеть половину песенки, как на сцену дождем посыпались монеты. Я прервал пение и объявил, что сначала соберу деньги, а потом буду петь. Чисто иерейский 5-летний мальчик. Эта реплика вызвала хохот. Директор вышел на сцену с платком и помог мне поскорее собрать монеты. Я испугался, что оставит себе, вспоминал последствия Чаплин. Мой страх заметили зрителей и хохот в зале усилился. То есть из песенка превратился в комическое выступление. Зрители хохотали, аплодировали и снова начали бросать деньги. А когда мать вышла на сцену, чтобы увезти меня, ее встретили громом аплодисмента. Это было мое первое выступление и последнее выступление моей матери. Так пишет Чарли Чаплин. В 16 лет он получил место гарниста на пассажирском корабле и ушел в плавание. А мать отправили в психиатрическую больницу. Дальше Чаплин чем только не занимался. Он продавал газеты, клеил игрушки, работал в типографии, стеклодумной мастерской, приемной врача. Но все-таки у него была заветная мечта стать артистом. Он танцевал в детском ансамбле «Клок-данса». Ну это типа чечетки, да? Помните, у них в то время была модная в Америке чечетка. «Клок-данса» 8 лакаширских парней. Затем в маленьких театральных трупах. Осваивал эстрабные профессии певца, клоуна, акробата, танцора и музыканта. Затем он попал в группу пантомимы Фреда Карно. Но тогда ему было всего лишь 17 лет. Чарли обучали тщательно выверять жесты, владеть лицевыми мускулами, акробатическими движениями, доводя это до графической точности, как того требовала пантомима. Неотлемые элементы фарсов, футбольный матч, похитителей сосисик, уроки бокса, вечер в лондонском клубе, были пинки, пощечины, летящие торты и предметы. Вы знаете, это верх комизма американского, когда тортом бьют тебе в морду. Так делали во времена Чарли Чаплина, и так делали в 21 веке. Правда? Ну, это для них особенно. Да, помните фильм «Украшение Струбтивова», как он бедный смотрит и плачет. Ему же больно, да, а все хохочет. Ну, вот такой американский юмор. Затем он начал сниматься в кино. У него были различные тяжелые случаи. За аморальную жизнь, так сказать, из Америки его выгнали, и он потом опять вернулся в Англию. И помните, что с ними разные происходили вещи. Есть много очень анекдотов про Чарли Чаплина. Ребенком Чарли Чаплина случайно разбил стекло в витрине магазина и с испугу бросился бежать. Хозяин догнал ее, схватил за воротник, крикнул. Попался проказник. А знаешь ли ты, что тебе придется заплатить за разбитое стекло? Конечно, ответил Чарли. Поэтому я и помчался домой за деньгами. Однажды Чарли Чаплин, управляя автомобилем, превысил скорость. Его остановили. Я вас где-то видел. Ваше лицо мне знакомо, сказал полицейский. Возможно, грустно сказал Чаплин. Вот видите, я сразу понял, что вы матерый нарушитель. На вечере, в день своего рождения, Чаплин развлекал своих гостей, имитируя голос и мимику известных людей и своих знакомых. Он спел арию из итальянской оперы так хорошо, что вызову удивление у присутствующих. Один из истей вас тоже сказал. А я не знал, что вы так хорошо поете. Я совсем не умею петь, возразил Чаплин. Я только имитировал Карузо. И однажды он попал на конкурс лучшего имитатора Чарли Чаплина. И занял на этом конкурсе первое место. Конкурсная комиссия... А, нет, не первая. Конкурсная комиссия присутствовала только третью премию за имитацию Чарли Чаплина. Извиняюсь. Да, Барбара Стрейзанд. Барбара. Да. Ну, Барбара, Барбара. Да, в 1942 году родилась американская актриса и певица. Славу ей принес бродвейский мюзикл «Смешная девчонка». И фильмы «Смешная девчонка» в 1968 году. «Хеллоу долли» 1969 года. Какими мы были. «Смешная леди», «Рождение звезды». «Янтл», «Чудаки», «Принц приливов». «Янтл» это спектакль и фильм потом появился, чтобы спектакль сняли, который она сама же и поставила. Это рассказ о девушке-еврейке, которая переоделась юношей, чтобы получить иудейское образование. Фильм получил широкое признание и был воспринят, как попытка Стрэйзен осмыслить свои еврейские корни. Александр Карда. Кинопродюсер и кинорежиссер. Сначала работал в Венгрии, потом переехал в Голливуд. Снял много фильмов. «Частная жизнь Генриха VIII», «Счарльзом Лоттоном» и «Мерль Аберон». На ней он потом женился в главных краях. И он с режиссером и продюсером ряда значительных фильмов. На студии «Лондон Фильм Продакшн» и «Александр Карда Фильм Продакшн». Марсель Марсо. Французский мим. Естественно, еврей. Как мы видим, здесь я не еврея вам не перечисляю. Потому что я брал это из справочника, кто есть кто. Еще есть очень интересный справочник. Там несколько тысяч псевдонимов. И по этим псевдонимам можно легко определить, кто из них был действительно евреем. Правда? Марсель Марсо. Родился в 1923 году. Известный французский мим. Является величайшим представителем в мире пантомимы, которую он сам определил вид искусства, выражения чувств, а не слов. И главное, вы все не жесты, а настроение. Хорошо. Шуберт. Братья начала 20 века. Американская театральная семья. Шуберт, Сэм, Ли и Джекоб. Создали театральную империю, которая доминировала на Бродвее и включала в себя половину театров Соединенных Штатов. Вот такая династия, владевшая половиной театром. Шницлер, австрийский драматург, вырос в Вене, получил медицинское образование, проявляя особый интерес к психотерапии. Но у него начались пьесы. Пьеса первая «Лей Бебей» 1895 года. И он оставил врачебную практику и занялся драматургией. Написал много пьес. Пьеса профессора Бернхарди, Дервек Инсфейер, Фрея. Так, Питер Шефер, английский драматург, всех я не буду. Перечислять. Сара Бернар. Сара Бернар, она Генриетта Розина, вообще-то Бернар, родилась в 1844 году, умерла в 1923 году. Французская актриса, божественная Сара, как ее называл, Виктор Гюго, родилась в Париже, как незаконно рожденная дочь еврейки из Дании и француза. Особенностью она была известна как приводонна комедии-францесс, великолепно исполнявшая роли в пьесах Россина. Бернар создала свою собственную компанию и гастролировала по всему миру. Вернувшись в Париж, она с триумфом играла в трех пьесах Шарду, исполняя роли Федры, Феодоры и Тоски. Зрители были покорены ее мелодичным голосом и театральными жестами, и имя Бернар стало нарицательным для драматических актрис. Соломон, Михаэлс, Соломон, все знают, да? Вообще-то он, Соломон вовсе, вовсе Михаэлс, это его литературный псевдоним, да? С 1890 года жил по 1948 год. Вы знаете, трагически погиб, да, во время начала преследований евреев. Предполагают, что с ним покончила КГБ. Сыграл много ролей, наиболее известный активе молочник, король Лир, на Идиш. В 1941-1943 годах он завалял еврейский антифашистский комитет и объезжал страны Запада, ориентируя поддержку усилий России в войне. После войны обращался к властям от имени насильственно вывезенных русских евреев с просьбой о возвращении. В январе 1948 года был убит советскими секретными агентами, исценирующими автомобильную катастрофу. Это явилось началом сталинской ликвидации еврейской культуры и интеллигенции. В 1962 году площадь Тель-Авивы была названа в честь Михаэлса. Ну и еще Гарри Гудини. Вы знаете, да? Да. Настоящее его имя Эрик Вейс. Есть у меня фильм о его жизни, любви и трагической смерти. Если кто-то хотите посмотреть, опять-таки, а? Ну, он исполнял различные такие вот церковые номера. Его, например, связывали, погрушали в воду, да? Он должен был распутаться. Ну, там, кроме иллюзионизма, были еще действительно, ну, так сказать, его физические определенные данные, которые он развивал. У него очень была большая подвижность к суставу. Он умел выворачивать, вывихивать буквально все суставы руки для того, чтобы развязаться. Да, погиб трагически. Вот в фильме показывается, как он погиб. Художественный фильм. В Дене. Ну, я вам все фильмы показать не могу, правда? Хорошо. Теперь поговорим немножко о духовном, о духовном сопротивлении. У евреев всегда были трагические времена, да? Когда концлагеря и жизнь евреев висела на волоске. Я еще раз буду пользоваться материалами журнала. Да, петь, чтобы выжить. Евреи всегда поют. На молитвах, шаббат, праздники, будни. От ощущения радости и полноты жизни. И грустные минуты тоже. Так устроена Аиды Шемешемен, еврейская душа, отразившаяся в фольклоре гетто и лагерей. Народ, обреченный на истребление, не только оказывал сопротивление, когда для этого была болейшая возможность, но и продолжал жить активной культурной жизнью, демонстрируя свое духовное величие. Люди, каждый день встречавшись лицом к лицу со смертью, не уверены в том, что доживут до завтрашнего утра, пели. И не только пели, но и сочиняли песни. Я родился в Печорском концлагере, рассказывал Кандор Давид Степановский. Папу убили фашисты. Удивительное, просто чудо. Смертельные опасности евреи пели. Помните, вы помните, купите папиросы в том варианте, которым пела в лагере моя мама. Эту песню сочинял Герман Яблоков под впечатлением о страдании детей, осиросевших во время погрома после Первой мировой войны. Сам он ребенком тоже торговал папиросами на улице. То есть, помните, это песня, баллада, да? Баллада, можно сказать, о самом себе. Песней суждено было стать первым еврейским шлягером. Его исполняли сестры Берри. Но мама пела другой вариант этой песни. Было много песен, посвященных мамам. Такая песня «Мамеле» написана была в Кауновском гетто, где фашисты за одну ночь расстреляли более 1300 евреев, в основном детей. Ее сочинил узник Перси Хейт, который затем попал в Освенцев и после освобождения в Америку. Поэт Гирш Глик, герой вильнюсского гетто, писал «Не говори никогда, что ты идешь в свой последний путь». Партизанский гимн «Зогнит Кейн Молл» «Никогда не говори». Глика на чуть измененную мелодию казачьих братьев покрас самая известность из сотен песен, дошедших до нас из ада. Еще одна песня, «Раскинулась в море широко», была написана неизвестным автором в вильнюсском гетто «Аройст и низвилты ненайвер бафел». В вильнюсе вышел новый приказ. Она рассказывала о событиях апреля 43-го года. Нацисты переправляли еще уцелевших евреев в Панаре, предместе в вильнюсах, где совершались массовые казни. На краю гибели люди оказывали сопротивление, бросаясь головы руками на палачей. Несколько нацистов были убиты. Десяткам евреев удалось бежать. Вот такие случаи. Шмель Кочергинский, извиняюсь, поэт, который, притворяясь глухонемым, чудом выжил на оккупированной территории. Он написал песни «Гетто и концлагерей» с текстами и нотами. Слова песни «Тише, тише, помолчим» «Штилер, Штилер, Ломер, Швайген» были написаны Кочергинским в гетто на музыку 11-летнего Алекса Волковского, тоже чудом оставшегося в живых и ставшего потом известным израильским композитором. «Тумбалалайка», да, вы знаете, «Тумбалалайка», да, гениальность и простота, не затейливая песни, «Тумбалалайка» в ее словах и в вечной мелодии. «Девушка, девушка, отметь мне, что растет без дождя, что горит и не сгорает, и что может тосковать и плакать без слез». «Глупый парень, разве не знаешь, что камень растет без дождя, что любовь горит и не сгорает, что сердце может плакать и тосковать без слез?» Впервые эта песня была опубликована в 1940 году в Соединенных Штатах. Многие считают, что это народные, но предполагают, что «Тумбалалайка» это Александр или Абрам, или Абе Эльштейн, или Эйстайн написал популярный, польско-американский композитор тех времен. Так же исполняли «Сестры Берри». Я вам все не мог, если у меня есть сборник «Сестер Берри» тоже. Все, конечно, я вам не могу высказать. «Тумбалалайка». Есть множество переводов песни на русский. «Тумбалалайка», «Шпиль балалайка», «Рвется и плачет сердце мое», «Тумбалалайка», «Шпиль балалайка», «Газовой камере», «Мертвый пляс». Так пели эту песню в то время, да? «Шлягер под названием «Скажи мне, куда идти» на Идыш в 1950-е годы звучал на всех эстрадных и танцевальных площадках Запада. И еще мы говорили, что удивительные вещи – это театр. Театр, существовавший в концентрационных лагерях. Ну, немцы разрешали евреям театры. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось, чтобы они тихо и спокойно дожили до газовой камеры. Правда? Вот. Но для евреев это было нечто особое. Это была действительно возможность не только выжить, да, и умереть с достоинством, и жить полноценной жизнью. Это просто удивительно. Это удивительные вещи. Это удивительные факты. Еще до начала войны немцы планировали еврейский театр как средство для решения окончательного вопроса. Комендант СС Ганс Кинкель, отвечавший за вопросы культуры в Третьем Рейхе, заявил в протоколе Министерства нацистской пропаганды 1939 года, в принципе, еврейский театр разрешен. Это означало на начальных стадиях необходимость изучить будущую жертву. В самой Германии в еврейском театре культурбюне в 30-х годах поощрялись постановки национального репертуара. Например, Натан Мудрый Лессинга. В 1941 году судьба талантов культурбюне была окончательно решена гестапо. Свою роль они уже выполнили. Блистательная певица берлинской оберы Беня Мач, Маша Бенековская, в 1938 году должна была пойти в роль брошенной сиротки из Польши перед высшим светом СССР. Позже она поняла, для чего она преображалась. Еврейский театр, предназначенный только для евреев, которым было запрещено посещать общие культурные заведения, был средством концентрации объекта, который потом легко было собрать. Просто выявляли людей, которые интересовались театром. Вот как в свое время переписывали тех, которые в 1964 году интересовались и дышим. Вы знаете, что я когда-то даже пытался подать заявление в партию. Когда я закончил институт, не библейский, а медицинский институт, мне сказали, что чтобы дальше пойти в аспирантуру, мне посоветовали вступить в партию. Ну, я пошел, значит, в райком партии. Правда, я к тому времени был уже на замечании в КГБ за то, что распространял разные анекдоты. Я вам рассказывал про эту свою историю, как меня пытались сделать освиновителем КГБ, вызывали и запугивали вежливо в институте. Ну, в общем, короче, после этого мне сказали, что вот таких людей мы не берем в государство. И таким образом я не стал коммунистом. Но где-то в КГБ я делал заведено. Естественно. Так что не удивляйтесь. Дело шьют, как говорил этот, помните, Иван Грозный. Хорошо. Так. Значит, в 1942 году среди евреев транзитный лагерь был Вестербрюк, организован перед Аушвицем. Комендант Вестербрюка ценил театральные представления евреев. Они помогали ему сохранять тишину. И самым страшным орудием немцев в год гетто и лагерях было использовано сцены как средство деморализации еврейских интеллектуалов. В 1939-1940-х годах на улице Лесной в Варшавском гетто, которое немцы превратили в Большой Бродвей, существовал еврейский театр. Как свидетельствует Йонас Турков, почти каждый второй дом на улице Лесной с помощью гестапо стал кафе, рестораном или театром. По вечерам звучали песни, музыка, слышались одновременно из разных залов. Факт, что большинство из этих клубов было открыто с помощью гестапо или юдеррата, то есть местного еврейского самоуправления, подтверждал, что немцы были заинтересованы в развитии развлечений с целью способствовать деморализации евреев гетто. Они пытались насадить самые низкие, самые низшие такие интеллектуальные развлечения. Однако, польская и еврейская интеллигенция превратила такие клубы в места еврейской культуры. В Варшавском гетто было открыто более 60 кафе. Одна из них была на улице Лесная, напрямую куплена немкой Магдой. Но фашистскому давлению в области духа евреи противопоставляли свою мораль и мужество. В Варшаве, Лодзе, Кракове, Вильне, Кайзервальде, Бунслау, Бергер, Бензеле и другие были созданы организации еврейского самоспасения. Помните, еще говорил Остап Бендер, что по спасению утопающих это дело кого? Самих утопающих. И был такой организации еврейского самоспасения. Их цель состояла в том, чтобы обучить и поддерживать молодежь и тех, кому не на что было пойти в такие клубы. Было такое объявление. Утренние представления должны быть организованы для развития ребенка и с помощью профессиональных актеров. Официально разрешенных немцами Эльдорадо, Новый Азазель и еврейском театре в Варшавском гетто, Лодзинском гетто в театре Авангард, молодежном театре в Виленском гетто, в театре лагеря Ченстахов и во многих других внутри развлекательных программ шли спектакли еврейской классики, напоминающие о наследии такие как Мерили Эфрос Гордина Рахель Эмену Цвейга в молодежном театре гетто Вильна или Шуламид Агольд Фадена Дибук Аннского театра Новый Азазель гетто Варшавы Был и образцовый лагерь Терезинштад В этот образцовый лагерь ввозили представителей Красного Креста чтобы показать что евреи не так уж плохо и живут в концентрационных лагерях Международному Красному Кресту в 1943 году была показана детская обера Брунден Бар Маленькие артисты знали цену слезам На снимке 1943 года в лагере Вестерброк все улыбаются в центре звезды еврейского немецкого театра Камилла Спира и Макс Эрлих Но несмотря на примерное поведение все они попали в газовую камеру На фоне такого искусства скрытого протеста такие «Я хочу рыдать по Бялику» «Порок Исаия» на основе Танаха «Бар Кольм» «Кохба» Гольдфадена «Эроическая история евреев» Моше Моше Хальзих Моше «Будь сильным» автор неизвестен или «Бог вместе Аша» театр Новый Азазель Это театр это и до войны Частахова духовность и культуры И вы знаете что такие люди которые ставили эти спектакли зачастую после спектакля после примера сразу шли в газовую камеру туда же и шли их зрители некоторые сохранились некоторые остались в живых я сейчас много о них тоже не буду говорить уже немного с временем вот значит вот такие театры посетили где-то 140 тысяч евреев из них 88 тысяч были отправлены в Освенцем и там звездки убиты интересно что существовали и религиозные учреждения синагоги и даже ешивы и религиозные школы в концентрационных лагерях Эммануэль Розеблюм писал в своем Дневнике я восхищаюсь религиозными евреями которые жертвуют собой нося бороды и традиционные лапсердаки их за это убивают вы знаете что самое было страшное высовываться чем-то ты отличаешься от других тебя убивают в первую очередь правда вы смотрели фильм список Шиндера да да просто таких евреев ставили да одно стреляет второй раз стреляет да и осечка осечка да и эти действительно такие случаи были пожилой еврей прошел мимо солдат на улице твердо и не снял по религиозным соображениях шапку знак приветствия хотя еврейские полицейские предупреждали о последствиях немцы долго мучили его за это еще через час он поступил точно так же вот несколько страниц еврейской истории из концлагеря Освенцим в дальнем углу детского барака ежедневно собирался миньян один из оставшихся живых узников рассказывал благодаря молитве в миньяне и исполнению заповеди возникли дружеские связи между заключенными одинокая свеча зажженная пасхальную ночь долго осветила осветила сердца несколько подростков исковно рискуя жизнью выкрали из немецкого склада немного шерсти чтобы сделать из нее нити для цицит 14-летний мальчик был избит за то что раздобыл и передал друзьям несколько молитвенников оказавшись в лагере а полупара тфилин вы знаете тфилин для головы и для руки но у них был только для руки переходила от одного к другому я не знаю точно скринал один из устников как эта филактерия попала в лагерь хранили ее у себя на нарах целый день была очередь многие хотели возложить тфилин вот что вспоминает равен лагеря смерти Берзен Берзен Раби Ицхак Гирш Майзельс среди 1600 детей собранных в лагере и ожидавших смерти находился один из них удивляющийся своим знанием торы и благочести его звали Маша Розенберг настал его черед к Раби Ицхаку Гиршу подошел другой мальчик и спросил неужели мою шею сожгут а мы будем молчать я пойду вместо него я приму это с радостью я буду жертвой вместо него он спросил у Равина лишь допустим ли такой поступок с точки зрения закона и Равину с большим трудом удалось уговорить юношу не идти на смерть добровольно жертвующих жизнью за другого один из бывших узников варшавского гетто Яков Шелав рассказывает о подпольной Ешивы парень с еврейской шапкой на голове уже ожидал меня прошли одни двор второй третий спустились глубокий подвал снова вышли на улицу шли пока не оказались на улице Заменгов 38 прошли в комнату где стояла печь мой спутник залез залез в печь и исчез потом позвал меня иди сюда там был пролом через который мы спустились в подвал по веревочной лестнице я увидел чистую просторную комнату освещенной электричеством у стен стояли длинные скамьи посреди комнаты длинные сколоченные струганы досок вокруг стола сидят склонившись над раскрытыми фолиантами учащиеся Ешивы они отдают свое учение с желанием вниманием и воодушевлением бледные лица блестящие глаза увиденное напомнило мне о танаях изучавших Тору и о тлецерах и маранах Испании занятия в этой подпольной Ешиве продолжались почти до самого конца существования Варшавского гетто всего же там действовало больше десятка учебных заведений и свыше 500 миньянов в Петраковском гетто действовали подпольные Хедер и Талмуд Тора Хедер это вы помните начальное еврейское училище Талмуд Тора это среднее образование куда тайком приводили детей с целью мастеровки юдинрату то есть еврейскому самоправлению эти занятия представляли как одну из форм социальной помощи которая не носит рефигозного характера и поэтому была разрешена гетто Хедер и Талмуд Тора действовали скрываясь от врагов в тайниках и трудодоступных местах часто в подворотнях домов стояли дети наблюдая за происходившим вокруг чтобы успеть предупредить тех кто занимается изучением Торы занятия проводились в маленьких комнатках в одной из них на двух ящиках у спинки металлической кровати сидело восемь мальчиков у другой спинки кровати стоял молодой человек с маленькой кипой на голове учитель и он объяснял нам тяжело очень тяжело но нет выбора евреи обязаны изучать Тору он обязан делать это даже в таких условиях вскоре в ашарских гетто в живых остались только три рабина раби Менехен Земба раби Шимшон Штокхамир и раби Давид Шапира пришедшего с аргейской стороны они после некоторого молчания ответили не следует вести переговоры по поводу помощи которые пытались оказать католическое церковь они оставались в гетто то есть им предложили католическое церковь до убежища но они оставались в гетто двое из них погибли раби Менехен Земба во время восстания раби Шимшон Штокман в Треблинке а раби Давид Шапира остался живых чудом вот такие вещи происходили и они происходили повсевестно любовь к Богу прославление хвала и пусть отраженная даже не в религиозной а в светской музыке в светском пении помогала выжить нашему народу пусть имя Господне будет благословенно и пусть оно будет в сердцах каждого из нас и мы будем хранить наше замечательное наследие которое дал нам Господь через наших дедушек бабушек прабабушек слава хоспода Амин 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 Продолжение следует...